Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал. Завод у меня, зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Cyberpunk 2077. Ну чё, продолжаем заканчивать игру вместе с кочевниками. Сейчас нам будет помогать по нам заканчивать игру. Мы уже прошли через Микоши, через Узкоглазых. Мы уже закончили через Джонни Сильверхэнда. И теперь будем пробовать проходить через кочевников. Ви, это ты? Или... Я, я, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи, подождём вместе. Заходю погладить прошлость тут. Это мистер Брайтман. Мы с Джеки нашли его на помойке за клиникой. Думаю, он скучает в Аджеке. Да. Я тоже скучаю. Чё ты, будешь мне опять гадать? Давай. Раз ты всё равно ждёшь, может тебе погадать? Окей, давай. Некоторые считают, что неопределённость — это зло, и гадают, чтобы от неё избавиться. Другим кажется, что всё зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное — знать, что идёшь верным путём. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твоё будущее — это его будущее. И наоборот. Окей, я готов. Начнём с тебя, Ви. Шут! Ха! Кто бы сомневался. Теперь давай разберёмся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребёнок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Мак. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевёрнута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Да, это сто процентов, Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты — это ваше будущее. Влюблённые. Слава богу. Наконец-то хоть что-то позитивное. Равновесие, дружба, любовь. Ага. Ви, ты, кажется, что-то от меня скрываешь? А? Что? Почему? У тебя странный взгляд. Нет-нет, всё в порядке. Ладно. А Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна — это тайна. Чё за тайна? Чё она значит? Это плохо или хорошо? Ты можешь, блядь, сказать просто и всё. Кажется, это за тобой. Да, 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 за мной. Я поехал. Да. Эту тачку ни с чем не перепутаешь. Кто там стучит? Ты меня напугал, да усрачки! Да, блядь. Разве тебя что-то может напугать? Эй. Мы тебе поможем, слышишь? Поехали скорее. Нас ждут в лагере. Ну, поехали, чё? Удачи тебе там, Ви. И тебе вместе. Спасибо за всё. Так, ну чё, поехали, Панан. О, быстро мы едем. С возвращением в мир живых. Ты как, ничего? Ну, вроде да, чё было. Что произошло? Ты по дороге отрубился. Мы пытались тебя растолкать. Бестолку. Знаешь, Ви, похоже, тебе и правда становится хуже. А нам велела мне за тобой приглядывать. А где она? К Солу пошла. Сидят там, припираются, думают, как тебя спасать. Тебе нужна помощь, это уж ясно, как белый день. Пойдём, отведу тебя к ним. Пойдём, отведи. Ну что, Ви. Говорят, скоро начнётся война. Боюсь, у меня нет выбора, Митч. Ну, похоже, что и у нас его нет. Не то, чтобы я... Люди уже знают, что завтра выдвигаемся. А они знают, какая у нас цель. Посмотри вокруг, Ви. Это мелкие налётчики и контрабандисты. Реальный боевой опыт есть у горстки ветеранов. Поэтому пока они знают то, что должны знать. Мы помогаем. Сол, нормальный план, не мути воду. Давай без этого. Мы посылаем семью на смерть. А то, блядь, я не в курсе. Но ты, как всегда, уверен, что всё можно исправить, просто если вынести мне мо... Ви. Да. Я давно тут стою. Как здоровье. Так себе. Ну, выкладывайте, что вы там придумали. Осталось подогнать некоторые детали, но в целом мы уже прикинули, что и как. Вот, сам посмотри. Мы рассмотрели несколько вариантов. Но по факту есть только один шанс проникнуть в Росака Тауэр. Мы пророем туннель. Нихуя себе, бать. Чем, лопатами, блядь, что ли? Прорыть туннель под Росака Тауэр? Да, звучит бредово, но глупо упускать такую возможность. Корпорация Найт строит маглевный туннель для новой линии. Сечёшь? Он, правда, под охраной Мелитеха, но с этим мы справимся. Если попадём в туннель, то до фундамента Росака Тауэра останется около 800 метров. В туннеле работает ТПК корпорации Найт. Чтобы туда пробиться на такое расстояние, ему потребуется несколько минут. Скажи, ведь неплохо. Главное попасть внутрь, дальше будем импровизировать. Охрана, систему безопасности и кратчайший путь в Микоши. Эти вопросы придётся решать на месте. Ну, что скажешь? Блядь, но выбора нету, походу. Так, а ТПК чё такое? ТПК это что? Туннель и проходческий комплекс. Ну, такое огромное автоматическое сверло для бурения грунта. Захватим его, доберёмся до Росака Тауэр. А оттуда в Микоши. Ну... Теоретически, это реально. Других идей всё равно нет, так что давайте готовиться. Нужно собрать больше информации. Только так можно понять, в каких местах план дырявый. Ну, много где дырявый, Сол. Это я тебе уже сейчас могу сказать. Только какие варианты? Отменить операцию? Позволить им умереть? Ну, ты права по нам. Делать нечего, придётся рискнуть. Это наш долг перед тобой. Поговорю с нашими. Запустим дрон над этой площадкой. А я загляну к Митчу. Есть у меня идеи, как уравнять наши шансы с Мелитехом. Зайди к нам попозже. Пока оставлю тебя в когтях, Соло. Только не решайте ничего без меня. Ну, чё, мужик, будем делать? Чё нужно? Мне нужен доступ в сеть. Надо связаться кое с кем, кто поможет нам пройти в Микоши. И кто же это? Альт Каннингем. Она не... Это... Искин из-за чёрного заслона. Ты вообще в своём уме? С чего вдруг Искин станет помогать нам пройти в Микоши? С того, что я её вежливо попрошу. Да блин, Ви. Да чё ты сышь? Она поможет, отвечаю. Она обещала. Короче, ладно. Мы и так сидим в говне по уши. Можем занырнуть и поглубже. Найди Дакоту. Она даст тебе оборудование и не будет спрашивать лишнего. Спасибо, Сол. Скажешь спасибо, когда выйдем из Микоши живыми и здоровыми. Обязательно скажу. Так. Мне нужна Дакота, а не Мико. Твой Америки давно нет. Твой Америки давно нет. Её никто не помнит. Парни. Говорят, у нас тут небольшой поход намечается. Скорее вылетками как... Да, блядь, это ты улыбашка. Вот, полюбуйся. Это тот самый? Ну почти. Мы установили форсаж и тяжёлую ракетную установку на крыше. И ещё мы уменьшили массу практически на 60%. Скажи красота. Ты за штурвалом, а по нам стрелок. Какой форсаж? Стандартный нитро или военный? Ну нет, на стандартном эту крошку не разгонишь. То есть военная техника плюс впрыск оксида азота. Говорят, стилеты такое ставят на пикапы, чтобы конвои грабить. Только штука эта очень нестабильная. И казалось бы, разве возможно прокачать таким манером целый панцир? Завтра выпустим этого зверя, и своими глазами увидишь. Увижу обязательно. А можно сделать пару кругов? Для тренировки. Надо всё-таки опробовать заранее, к управлению привыкнуть. Без проблем. Только давай вечером. Нам тут надо ещё в паре мест подкрутить. Ага, всего в паре. Да хватит уже бухтеть. Всё мы успеем вовремя. А что за пушка на крыше? Скорострельная ракетная установка. Калибр 70 миллиметров. Синхронизируется с бортовым компьютером через личный порт. И где вы всё это нарыли? Тедди выгреб со свалки. Установка рабочая, тут всё путём. Проблема была в том, что снарядов нет. Но нам повезло. Дакота нам немного достала. Не спрашивай как. Ну вот он же. Обновлённый Василиск. Так. Поговори с Дакотой. Где она сидит? Вон она. Она... Она нам сейчас должна предоставить средство связи с этой, с Альт. Так, здорово. Привет. Меня прислал Сол. Чемай, брат Баккеров. Чего тебе нужно? Мне нужно мощное оборудование для вылазки в сеть. Ну, залезай. Что, даже не спросишь, зачем мне это надо? Ты не спрашиваешь меня, а я не спрашиваю тебя. Таков секрет долгих отношений, брат. Всё готово. Можно залезать. Ванна со льдом. Философия жизни. Меньше знаешь, крепче спишь. Это точно. Привет, Кэрол. Помогаешь Дакоте? Нет, сегодня помогаю тебе. Готов? Не знаю, сколько это займёт. Что бы ни происходило, не пугайся. Ладно? А если ты будешь на грани обнуления? Да не буду ни ссы. Это чётко. Не первый раз. Ну всё. Поехали. Иди по векторам, брат. Интересная тут Джонни встреча. О, ну вот он стоит. И искать не надо. Привет, Альт. Ты пришёл один. Джонни пока недоступен. Пока? Значит, ты задвинул его подальше, как досадную помеху. Лишнего пассажира, которому лучше помалкивать на заднем сиденье. А я думал, что тебе наплевать на Джонни. Что он перестал для тебя существовать. Если бы он перестал существовать, говорить с тобой было бы не о чем. Давай кое-что проясним. Ты взялась помогать мне из-за Джонни, и как только его со мной не оказалось, решила сдать назад. Я не сдаю назад. В Микоши у меня есть целый интерес. Да? Ну ладно. А то мне показалось, у тебя ко мне какие-то претензии. Наблюдать за вашим взаимодействием было любопытно. У меня мало времени, Альт. Мне нужна твоя помощь. Ты правда считаешь время своей главной проблемой? Ты существуешь или не существуешь? Два состояния, между которыми смерть. Блядь, эта философия ее заебала. Ты молчишь. Это как посмотреть. Лично я вот вроде как воскрес из мертвых. Теперь вопрос, что дальше-то? Думаешь, ты обманул смерть? Ведь эта смерть обманула тебя. Ты не здесь, не там. Лишь у Микоши ты начнешь это понимать. Там, в Микоши. Чего мне ждать? Там ты перейдешь границу. И, вероятно, в первый и последний раз ощутишь тяжесть собственного существования. К этому времени никто не бывает готов. А Джонни? Что станет с ним? У меня мало данных, чтобы ответить на этот вопрос. Тогда что мы знаем наверняка? Что Микоши перестанет существовать. А что будет с конструктами? Ты освободишь их? Они интегрируются со мной. Интегрируются с тобой? То есть ты собираешься их поглотить? Присвоить? Теперь понятно, зачем ты в это вписалась. Ты хочешь разрушить Микоши, чтобы загрести себе все конструкты. Микоши — это тюрьма. А я дам конструктам возможность стать частью чего-то большего. Джонни вряд ли был бы в восторге. Но Джонни здесь нет, потому что ты хочешь принять решение без него. То есть, по сути, сделать то же самое. Ну нет. Сомневаюсь, что ты будешь говорить с конструктами и спрашивать их мнение. В этом не было бы смысла. Хватит трепаться. Давай к делу. Я переслала на щепку твоего нетранера программу. Тебе нужно будет запустить ее в Микоши. Она откроет тебе безопасное соединение. И что мне сделать с этой щепкой? Помести ее в любую точку доступа. Остальное сделаю я. Если у тебя все получится, мы встретимся снова. Мы его вернули. Ох, ебать. Успокойся. Едва ты подключился, у тебя температура скотнула почти цар. Аппаратура начала беситься, как отвела. Очень злого вируса. Что тут произошло? Это Альшалит. Ты мне аппаратуру поплавил. У тебя резко возросла активность нейронов. Еще пару секунд и выжгла бы лобную долю. Это все равно, что пулю тебе в башку вогнат. Ты точно в порядке? Зашибись. Ну, это хорошо. Щепка. Я там на щепку одну программу записал. Не гони, нас окружает лед. Если его что-то и пробьет, то мои контроллеры сразу же... Не понял, что. Охренеть. Что такое? Убери это от меня. Спасибо, Дакота. Не за что. Загляни к Соло. Он приходил, искал тебя. Иду. Да. Немножко я тут пошалил. О, да тут туса какая-то. Че такое? Че за движ? Поговорить с Солом. И? Ты не Сол. Ты Сол. Ох ебать. Че это такое, блядь? Найс, игра, бак. Сол, ты хотел поговорить? Залезай. Что, мы куда-то едем? Ладно, Вей. Дело очень простое. Мы, все, кто тут собрался, у тебя в долгу. И это долг чести. Говори про себя, Сол. Но все-таки, несмотря ни на что, ты человек пришлый. Причем и знает Сити, считая из другого мира. Спроси по нам. Она знает. И нам что-то нужно с этим делать. Да, Сол. Исправим этот досадный недосмотр. Мы принимаем тебя в семью Аль-де-Кальто. А для своих семья всегда сделает все. Готов? Я... Сол, вы все в этом уверены? А что, похоже на розыгрыш? Я в курсе, что это означает. Я тоже когда-то носил цветоклана, но принять меня в Аль-де-Кальто это большой шаг. Может, ответить на вопрос. Ты готов? Я готов. Теперь ты один из нас. Ты Аль-де-Кальто. Крау, что ты себе с нами? И не волнуйся. Доставим мы тебя в этот миг. То это почему-то стоишь задом. Пожалуйста, пожаловать в семью. Приветствуем нового брата Клан Аль-де. Давай, Вик. Добро пожаловать в самую проблематичную семью на планете. Спасибо. Спасибо. Я правда очень ценю все это. Черт. Че-то я разволновался. Ну, дайте кто-нибудь платочек. Ну, надо человеку глазки утереть. А пошел-то. Это вопрос о формальности. По факту мы уже давно приняли тебя в семью. Ты спас мне задницу, как изволил заметить Бойби. Митчу тоже, не говоря о панамах. Да иди ты. Ну, вообще, Сол прав. Будем честны, для тебя моя жизнь была разбита на миллион кусков. Ты их разбил еще на миллион помельче. Но иногда это единственный способ сложить все заново. Ладно, слушай, семья. Сегодня мы празднуем, но завтра у нас чертовски важный день. Доделываем что надо и отдыхаем. Рейд рейдом, но это твой вечер. Давай поднимем, наслаждайся славой. Ты могла бы хоть предупредить? И испортить все веселье? Ты в своем уме. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Да. Не волнуйся. Все путем. Меня опять штормит. Не жмет? Села как взлетаю. Вот просто на дело и пошел. А ведь так и есть. Ты заслужил эту куртку. И доверие Альдекальда. Спасибо, панам. Захочешь поговорить? Я буду там наверху. Ну окей. Так, что нам? Поговорить с Митчем дополнительно. Поговорить с кочевниками дополнительно. Так. А это у тебя что? Вроде распродажи? Да, да. Бери что хочешь. И по какому же поводу? Конец света. Красивый же. Драматичный. Никакой драмы. Голый прагматизм. Я раздаю товар, чтобы побольше клиентов уцелело в завтрашней миссару. Хорошо, тогда я заберу все, блядь. Все мое, блядь. Так, так, это что? Это у нас пулемет. Боеприпасы, прицельчик. Тут гранатки. Лунный дробовик. Патрончиками. Че, че, че такое? Что такое? Ты куда бежишь, блядь, пацан? Так, ладненько. Поговорить с Митчем. Это у нас Сол. Как думаешь, завтра все получится? Я знаю этих людей. Некоторых знаю лучше, чем себя. Я вижу их настрой. Это затишье перед бурей. Завтра они пойдут до конца. Да, не сомневаюсь. До завтра, Сол. Постой. Че такое? Хочу кое-что между нами прояснить. Ты многое сделал для этой семьи. Для меня больше, чем кто угодно. Но мне важнее всего клан. Сол. Дай закончить. Я так же знаю, что сейчас может нашу семью уничтожить. Разлад между мной и Панам. Если мы пойдем разными путями. В этот раз Альдекальда просто не переживут раскола. Ты понимаешь, к чему я сейчас веду? Танисы, братан. Я не собираюсь вас ссорить. Ты меня используешь. Клан в рейде награбит добычу, а ты обеспечишь себе расположение Панам. Ловко. Ты чего несешь? Думаешь, я рискнул бы кланам в своих шкурных интересах? Зачем? Ты не из тех, кто может легко отдать власть. Над кем власть? Если завтра нас всех перебьют? Над пылью и призраками? Нет, Ви. Это не вопрос власти. И куртка, которую тебе вручили, не пустой жест. Скоро ты поймешь, что значит быть частью целого. Да что ж вы меня так себе посылаете? Так, Панам где-то наверху. А где она наверху? Так, не здесь. Где тут верх есть? Вот там, что ли? Так, Панам тоже не здесь. Здесь Панам нету, здесь Панам нету. Так, а где меч? Стоят на больших высотах. Так, вы кто? Ты давай присядь с нами, Ви. У нас тут, понимаешь, маленький ритуал. А что за ритуал? Вдарить по пиву накануне большого дня. А, вон оно что. Ну, а это не простое пиво. Это осталось от нашего первого контрабандного груза. Мы тогда приберегли пару ящиков. На счастье. Ага. И тогда кто-то сказал... А я сейчас уже не вспомню, кто. Короче, мол, когда мы допьем все, счастье покинет Альдеканта. А, брехня это. Я в такое не верю. Ха, ну когда очередной открываешь, ручонка-то дрожит. Спасибо. Лучше не буду пить перед рейдом. Не то чтобы понимаю, но уважаю. В другой раз. Вот именно, за это и надо выпить. За завтра. За возвращение. За Соло и по нам. Потому что если они не договорятся, то все накроется медным тазом. Боб, ты всегда такой оптимист. Ви, ну ты-то, наверное, знаешь, как там у них дела. Они зарыли топор войны. Сам видел. Топор они зарыли. И на радостях решили послать нас на верную смерть. Ура, единодушие. Бобби, выдохни. Ты уж не обижайся, Ви. Я просто говорю, как есть. Но вы все-таки дайте шанс Соло. Он в этот план всю душу вложил. Да лучше бы он планировал свой отход на покой. А ты хочешь занять его место? Да ни за что на свете. Ну вот. Ты выполни задачу. А политику обсудим потом, когда пылью ляжется. Так, ладненько, братаны, давайте. Всем до завтра. Ухайте пивко дальше. Вы правда думаете, мы найдем там что-то хорошее? Тут еще с кем пообщаться можно. Так, а вы что, молитесь? А нет, играет. Или молятся? Что вы делаете? Ладно, хер с вами. Так, вы кто? Вы не знаю, непонятно кто. Где панам? Это что за стрельбище? О, здорово, дядь. Я тебя знаю. Ты смотри, кого ветром принесло. Тренируешься перед завтрашним? Можно и так сказать. Умей слышать молчание разума в грохоте выстрелов. Все, пообщались. Ну, ладненько, да. Эту мудрость я узнал очень давно, когда был примерно в твоем возрасте. И помню до сих пор. Думаю, завтра грохота будет очень много. Вот и стараюсь пока запомнить тишину. Можно присоединиться? Я уже не помню, как это. Не слушать вечный поток мыслей. Если хочешь. 12 бутылок за 15 секунд. Нужно полностью сосредоточиться на задаче. Ты, конечно, не сможешь. Давай проверим. Чё, это вызов, что ли? Да, пожалуйста. Спорю на револьвер, что ты не сможешь. Когда встанешь на линию, я начну считать. Так, на какую линию? А, вот эта линия. Так, ладненько. Сейчас мы просто поменяем пушечку. На, 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 на. А, я их положил. Ох, блядь. А чё ты у меня без штанов, блядь, тут нарисован? А, братан? Ой, какие труселя у тебя интересные. Так, кстати, чё за куртка? Так, увеличение показателя брони. Ну, неплохо, неплохо. Ну, вот странно, что вроде штаны одеты, но они не показываются. О! Чётко. Вот так прям чётко выглядит. И лысый ещё, блядь. Заебись. Так. Что за херня, блядь? Я ж стреляю по бутылкам. Вполне, вполне. Но нужно ещё поупражняться. Удачи тебе завтра. Врагам пожелай им понадобиться. Блин, у меня был шанс выиграть пистолет. Револьвер его. Так я стрелял. Я прицел навёл. А он почему-то, блядь, не алё. Так, здоров, Митч. Я к тебе. Что за звуки непонятные в башке? Так, ты со мной будешь разговаривать или нет? Алё. Братан, я тут. Что за херня? Так, ладно. Сейчас я загружусь и сделаю перезагрузку. Это что-то какие-то глюки. Так, ну чё, я могу с того? Пока пытаюсь уложить в голове то, что сейчас произошло. Это я могу понять. День, когда получаешь куртку, не забывается. Ну, прокатимся? Давай, поехали. Залезай. Ой, блядь. Сейчас я покатаюсь. Себать. Так, надеюсь, я с тобой синхронизироваться не буду. Чё-то на меня так смотришь. Ну, давай, заводи. Пока всё горит зелёным светом. Хороший знак. Так, куда мы едем? Боби сказал, к востоку от лагеря есть свалтер. Самое место для стрельбы по мишеням. Теперь проверим находку Тедди. Давай, Ви. Ух ты. Блядь, чё такое? Как будто немного влево сносит, а? Поправить реально. Ты давай стреляй по этим ржавым бёдрам, а я на ходу отколебуюсь в лицах. Вроде получше, нет? Похоже на то. Стрельни ещё разу, на всякую. Не бать, просто неубиваемый кактус. Похереть. Так, а если сделать вот так вот? Ух ты. Ага, красота. Так, ещё одного. Вон она. Ну, вот это мне нравится пушка. Ну ладно, пожалуй, хватит. Возвращаемся. Надо мне проверить, что ли там в брюхе настроено. А то, на мой слух, что-то всё-таки не смыкается. Ух. О, я могу здание сбивать. Охереть. Давай, 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 поехали. Месим, месим, месим. Блин, они просто картонные тут были. Так, ладно, поехали обратно. Возвращаемся? Ну да, а чё ещё делать? Надо только паркануться, давай. Паркануться никому не доверим. Да не с С, я нормально паркуюсь. У меня третье лицо. Так, чё, мяч, базарить будем ещё с тобой? Ебать, как ты быстро перескочил. Угу. Психуешь перед завтрашним? Да нет, я уже никогда не психую. А ты не хочешь? Да нет, спасибо, я не пью, я больной. Не хочу, спасибо. На войне, перед первыми боями, нас тренировали на контроль стресса. Рассказать тебе как? Ну. Вводили специальный коктейль. Ускорители, анаболики, хер знает что там ещё было. Пускали, короче, это дело по Вене. Биомониторы сходили с ума. Ненадолго. Потом успокаивались. И мы тоже. Никаких нервов. Типа какие-то суперспокаительные. Пара десятков таких сессий. И спокойно делаешься, как там. В башке просто что-то щёлкает. И выжигается то, что отвечает за страх. Так вроде запретили эти коктейли. Во время войны ещё. Я тебя умоляю. Были же массовые случаи киберпсихоза в войсках. Ну, были. И что? Думаешь, милитех это парило? Киберпсихов грузили в самолёты и отправляли в клиники на Тайване. Каждый день. И новобранцы тоже поступали ежедневно. Накачивали нас этим говном, а мы и рады были. Деньги, аргумент такой, не поспоришь. То есть, ты вообще ничего не боишься? Ну, не всё так просто. Насчёт завтра я не волнуюсь. Уже не первый для меня это рейд. А вот всё, что происходит в лагере... Короче, ладно, это я так. Не бери в голову. Да говори. Мы же теперь семья, мне можно. Если честно, меня беспокоит, что происходит между Панам и Солом. Они делают хорошую мину при плохой игре и надеются, что этого хватит. Но люди-то не дураки. Уже начинается шёпот по углам, что Сол не справляется, что он с себе на уме, что он всех подведёт, что семье нужны перемены. Что, они правы? Правы, но никто не знает, что делать дальше. Теперь ты мне скажи, что думаешь. Мич, в этот раз против нас будет невшивая банда стилетов. Если мы хотим вернуться оттуда живыми, они должны договориться. Они пытаются. И вроде даже начали друг друга понимать. По-своему. Дьявол-то, они оба прекрасно знают, чего от них ждут. Чего от них ждёт семья. Надеюсь, Сол хотя бы предложил Панам место за столом. А кто тебе сказал, что Панам вообще хочет сидеть? За этим столом. Я понимаю. Панам важнее семья, а не власть. Вопрос только, удастся ли найти баланс. Это не ко мне вопросы. Тут такое дело. Панам прежде всего хочет тебе помочь. А Сол, он во всём видит дополнительные возможности. Понятно. Добычу из микоши? Угу. Если дело выгорит, и мы разживёмся крутой техникой от Арасаки, это обеспечит нам отличное путешествие на юг. Сечёшь? Ну так, а чё нет-то? Я его понимаю. Это успокоит людей. И даст Солу время. Сол ловкий тип. Он хорошо знает, что делает. Лишь бы только в этот раз не заигрался. Ну, хватит сплетен на сегодня. Всё, о чём мы говорили, держи при себе. Давай, отдыхай. Я ещё покопаюсь внутри у этой крошки. Ага. Ясно. Удачной охоты, Мич. Так, ну чё. Давай, братан. Потопал я. Поговорить с Мичем дополнительно. Я выполнил это задание. Что происходит с игрой? Так, вот, отлично. Так, дальше. Чё у нас? Отправиться на вечеринку, там пообщаться. О, кстати, а может у меня ещё вариант будет? Так. Я подошёл. А, нет. Ну ладно. Так. Дискотека. Три человека танцуют. Улыбаются. Так, с кем мне можно здесь пообщаться? Так, ни с кем здесь. Так, кто тут? Вон фонарик какой-то светит. А, я здесь был. Так, там я разговаривал. О. А? В чём дело? Так, ты просто торгаш. Бать, чё за музыка. Так, это молится тут к какому-то богу. Так. Вы кто, ебать? А вы деды-близняшки, ебать? Я понял. И непонятно, кто это у нас. Кобеля. Ты у нас отдельно стоящий хер. Так, с соло мы разговаривали. Тоже непонятно, кто ты. Так, так. Не нужен имплант. Нет. Так, может тут поговорить? Сесть. Получится у меня? Так, поговорить. Нет. Привет. Так, о, а вы чё-то краситесь. Оба, на это чё? Так, ладно. Отдыхайте, чуваки. Так, с тобой я пообщался уже. Помогите. Может быть, в последний раз? Так, принял я такое писать? Так, ты у нас скучаешь, ладно. А если сюда будет некому приезжать? Старик, не спеши с выводами. Да, блядь, чё за хуня? С кем мне ещё пообщаться-то? Я со всеми вроде поговорил. Эти трое были, Сол был, Митч был. Блядь, где по нам? Где мне вообще поспать можно? А, вот. Я знаю. Просто подождать. А, ожидание недоступно. Ладно. А, вот моя хата, кстати. Я могу поспать? Нет, поспать я, блядь, не могу. Ладненько. Ищем, с кем можно поговорить. С кем нужно поговорить. Так, это не вы, это не вы, это не вы. Вообще не пойми, чё-то происходит, блядь. Здравствуйте. Блядь, маленький человек. С взрослым лицом. Так, это не разговаривается. Блядь, это ебать... Вообще необъяснимая тема. С кем мне здесь можно поговорить? Тоже ни с кем. Так, ты тоже никто. Там я был. Тут я был. Тут я был. Так, а ты у нас кто? Нет, ты со мной не разговариваешь, ты не разговариваешь, ты тоже не разговариваешь. О. Вы правда думаете, мы найдём там что-то хорошее? Редко такое случается. Но в этом вопросе оба согласны. Я себе фургончик винтажный куплю. А, ха. Что, седина в бороду? Ха. Ха-ха-ха. Да идите вы нахер. О, блядь, всё, поговорил. Надо было просто с ними добазариться, договорить, дать им да сказать. Так, идём к панам. Вон она наверху. Так, панам я бегу, панам. Чё ты сидишь тут одна. Ух ты. А тут хорошо. Угу. О чём думаешь? Ни о чём. То есть, сама не знаю. В прошлой ночи я не смогла заснуть. И сегодня вряд ли удастся. Что тебя мучает? Дай-ка подумать. Завтра мне нужно вести свой клан на верную смерть. Вдобавок к этому, Сол вдруг начал во всём со мной соглашаться. Я даже не знаю, стоит ли мне этому радоваться. Люди в нас сомневаются. Я ведь вижу. Но всё равно всё уверено, что в случае чего панам их вытащит. Конечно, ведь кто же ещё? Ты чувствуешь ответственность за них. Это вполне естественно. Меня пугает вовсе не ответственность. Я просто трезво смотрю на ситуацию. Сол принял все неправильные решения, чтобы стать похожим на меня. Но только я знаю, на что я гожусь, а на что нет. И я не могу обещать чудес и боюсь до полусмерти, если завтра что-то пойдёт не так во всем. По нам никто завтра не умрёт. Откуда тебе знать? Люди клана сильнее, чем ты думаешь. Пулям всё равно, кто сильный, кто слабый. Блин, ну не псы. Всё нормально, всё благополучно пройдёт. Ты не боишься смерти? За тебя я боюсь гораздо больше. Иди ко мне. Я бы с тобой так до утра просидел. Ну да, и я. Ты не представляешь, как мне это было нужно. Ладно, пошли уже, а то жопу отморозим. Сол вернулся. Идём. Может, у него есть новости? Так, идём. А где он там буксует? Чё, я за тобой, давай, двигаем. Сколько времени, кстати? Времени нисколько, не показывает часы. Чё там, кстати, за ралли? Чё там происходит вообще? Буксует всё. Вот красота. Так бы стояла и смотрела. Но лучше не заставлять их ждать. Баки полные. Вода залита, снаряжение на месте. Можем выдвигаться. А остальное? Если всё накроется, нам придётся по-быстрому снимать. Вроде все готовы. Насколько это возможно? Такой рейд для многих впервые. Думаю, мяч им всё разъяснило. О, танчик уже на взводе. Пряжение. Вот теперь я не понял, на что мы идём. Даже слишком скоро. Да ладно, ля, братаны какие чёткие. Стоят, танцуют, ебать. Всё нормально, пройдёт не ссы. Это детишки, да? А это их нянька. Так, ладно. Идём. Мы только что вернулись из-за разведки. Тебе надо это видеть. Спасибо. План простой. У нас две цели. Первая – проникнуть в Арасака Тауэр и помочь Ви добраться до Микоши. Вторая – по ходу дела вынести оттуда как можно больше техники. Это решит наши финансовые проблемы. В Микоши мы можем проникнуть только если сделаем подкоп в подвалы Арасака Тауэр. Для этого надо пробиться на стройку Маклеваного туннеля и угнать ДПК корпорации Найт. Важная информация. При помощи дрона я обнаружил несколько чувствительных мест. Так, и где они? Проникнем через эту долину. Вряд ли они ожидают нападения. Но действовать всё равно надо быстро. Важно снять охрану, прежде чем они успеют предупредить своих. А если не успеем? Вот тогда пригодится Бог и его глушилка. Надо подобраться к их антенне и включить сигнал. Так, получается нам нужно зайти. Вот через тот вход, потом на вышку и отключить получается коммуникацию. Так, а это что такое? Строительный кран. Знаем, что можно сделать. Им разнести нахер тут всё можно в принципе. Так, дронов. Дронов тут очень много. Ладненько. Вроде понятно, вроде очень всё просто. Должно быть. Панцер сможет выбить ворота? Да сможет легко. Пока всё неплохо. Что дальше? Внутри надо найти ТПК и разобраться с управлением. Этим займутся Мич и Кэрол. Запустите бур, и дорога к подвалу Марасака Тауэр будет для нас открыта. Оттуда ВИПа нам и я проходим на уровень лаборатории и ищем доступ в Микуши. А пока будем делать подкоп, там можно ждать сюрпризов? Если всё пойдёт как намечено, никто не успеет заметить нашего присутствия. Если хочешь ещё осмотреться, пожалуйста. У нас есть время. Да нет, вроде всё понятно. Вот заходим через башенку, отключаем сигнал и дальше... Нет, выхватит. Доворот. Ну, вот и всё. Ви, ты готов? Готов, конечно. Все всё знают? Ну, тогда заводим моторы.